Денис, приветствую тебя. Привет. На очередном видео технический фундаментальный анализ, как и всегда, рассказываем о тех интересных штуковинах на рынке, которые нам удается найти с позиции техники и фундамента. Друзья, делимся с вами информацией, чтобы у вас было больше инфы, помогающей принимать, мотивировать, направлять на рынки, чтобы вы не оставались один на один с финансовыми рынками. Мы, опять же, поддерживаем вас аналитикой. Опять же, с Денисом делаем акцент на те активы, которые нам кажутся в моменте интересными. Но если вы хотите, чтобы мы специально для вас разобрали какой-нибудь другой инструмент, пишите в комментариях, обязательно прислушаемся, поскольку всегда готовы, друзья, вам помогать. Денис, как насчет того, чтобы сегодня рассмотреть рынок нефти? Там, кстати, очень сильно изменился фундамент. Но не то, чтобы сильно, но изменился. Я думаю, что можно все-таки поговорить о рынке нефти, более давно мы не затрагивали. Золото также интересно посмотрится. Ну, если, опять же, делать акцент на золото, можно и краешком глаза посмотреть на то, что происходит с долларом, либо индекс американской валюты, либо доллар-иена, который мы также с тобой очень долгое время не рассматривали. Тогда давай к демонстрации экрана и прям сменим. Да, давай. Так, демонстрация вроде как уже должна была пойти. Да, экран отлично видно. Так, сейчас на графике у меня индекс американской валюты. Те, кто долгое время следит за моим контентом, я свою точку зрения не меняю, считаю, что американская валюта, индекс доллара будет оставаться уязвимым инструментом. Я не верю в бакс, потому что я верю только лишь в неизбежные меры экономического стимулирования США, которые будут способствовать росту риска фондовых индексов и будут провоцировать распродажи американской валюты. Сегодня, кстати, на повестке очень важный отчет. Я не буду бороться, опять же, за четкий прогноз того, что этот отчет раскачает бакс, но все-таки вероятность такая есть. Сегодня выйдут в 15.30 по Москве данные по инфляции в США. И ожидается то, что индекс потребительских цен вырастет. Соответственно, если все-таки вспомнить политику инфекционного таргетирования Федерезерва, стоит прийти к простому пониманию того, что все-таки даже регулятор признал присутствующий риск рост инфляции за тех мер экономического стимулирования, которые были влиты в экономику вследствие последних трех программ стимулирования из-за пандемии. Поэтому сегодня мы можем как раз увидеть еще одно подтверждение того, что эти инфляционные ожидания взяты не на пустом месте. Инфляция растет, это потенциально будет способствовать тому, чтобы валюты, которые отвечают за регион, где фиксируются эти инфляционные риски, будут слабеть. Поэтому по индексу доллара в целом здесь ставка, друзья, только лишь на снижение. Мы сейчас движемся в рамках нисходящего канала, можно дождаться отбоя отметки 93.40 и снова заходить. По доллару и иене в принципе точно такой же расклад, поскольку делается акцент на снижение курса американской валюты. Здесь стоит признать факт все-таки наличия определенной волатильности, это четырехчасовой таймфрейм. Мы видим то, что здесь постоянный переход инициатива к покупателям, к продавцам, но все равно нисходящий канал он выдерживается. Я, друзья, предлагаю сделку сегодня с отметки 105.70, это целый лимит, в расчете на то, что даже если всплеск интереса к доллару, по факту, опять же, каких-то комментариев по мерам экономического стимулирования, либо отчета по инфляции будет, он вряд ли будет достаточным, чтобы позволить покупателям уйти выше значения 105.70. И при таком раскладе, опять же, дальше теста в верхней границе нисходящего канала мы не уйдем. Поэтому 105.70 – это в качестве рекомендации отработки этой атошки и ждать уже до дополнительных комментариев, возможно, на наших последующих выпусках. По рынку нефти, 41.96 сейчас в моменте котировки, я предлагаю прям покупать с текущих значений. Рискованная сделка, потому что фон изменился. Раньше котировки нефти росли, и, в принципе, мы достигли нового локального максимума в районе 43.50, когда говорили об урагане Дельта в Мексиканском заливе, о забастовке норвежских нефтяников. И это форс-мажорные факторы обстоятельства, которые приводили к сокращению производства нефти. И, конечно же, классически, когда снижается объем нефтедобычи, все начинают переживать за то, хватит ли нефти на всех, чтобы удовлетворить, опять же, текущие спросы. Сейчас ураган Дельта, как таковой, уже в истории. Разумеется, о каких-то долгоиграющих последствиях говорить не стоит. Нефтяники в Мексиканском заливе будут возвращаться к своим рабочим местам, к бурению, показателям загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, которые имеются на побережье Мексиканского залива. Короче, производство нефти восстановится в Штатах в перспективе двух, может быть, небольших недель. Но сейчас в Штатах продолжается самый активный сезон ураганов с 2005 года, поэтому ураганов было уже много, и лора, и салии, вот сейчас Дельта. Вполне возможно, что через несколько недель мы снова вернемся к шторму, который потенциальному шторму может перерасти в новый ураган. Короче, риск такой сохраняется. Почему все-таки, несмотря на изменение такого фона, я считаю, что рынок нефти интересен для покупок, потому что я уже отметил в начале нашего столовой эфира то, что я верю в слабый американский доллар. И классическое здесь снижение курса доллара – это фактор поддержки для всех сырьевых инструментов, потому что их стоимость номинирована в американском долларе. И в связи с этим, чтобы не противоречить самому себе, я думаю, что и в отношении нефти, как еще одного представителя рисковых активов, дальнейшее снижение курса доллара будет выступать фактором поддержки. Вот отсюда и рекомендация. Ну и что касается золота, здесь, в принципе, похожий сценарий. Я предлагаю дождаться повторного теста поддержки, который находится на отметке 1910. Здесь, точнее, даже проходит граница локального восходящего тренда. Еще у меня здесь скользящая средняя. 37-я. Ну, даже на этом графике видно, как этот индикатор очень неплохо отрабатывает себя в такой вот четырехчасовой перспективе. Поэтому, если, опять же, у нас будет очередной заход в район 1900-1910 долларов за унфу, это, друзья, еще одна возможность все-таки подкупить. Тем более, что не забывайте, новые меры экономического стимулирования – это то, что будет провоцировать риски инфляции, а золото – это тот самый актив, который от этих рисков помогает страховаться. Короче, по золоту – лонг. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял, демонстрацию рабочего стола тоже сделал. Смотри, на самом деле, у нас сегодня с тобой отличная будет такая коллаборация, и я согласен своим анализом. Вот сейчас по порядку тоже свое мнение объясню. Начнем, пожалуй, с золота. Значит, по золоту у меня точно такое же мнение, что да, действительно, вверх. Заранее у меня уже стоит лимитка, потому что на прошлой неделе я до пробоя вот этой области накопления, 1880-1900 я не стал покупать, потому что ждал полноценного, хорошего закрепления выше, и, следовательно, с отката уже подбирать. Сейчас в текущих, ну, такая немножко рисковая фишка, потому что, да, безусловно, здесь есть у нас и поддержка, видно, и некоторые профильные объемы тоже достаточно крупные здесь имеются. Но с точки зрения, опять-таки, риск-прибыль, ну, мне не очень нравится. Поэтому в идеале дождаться это 1880-1900 долларов за унцию. Здесь просто сильнейшая, обалденная зона покупателей находится. Здесь же еще и Депок попадает, он сейчас тоже немножко поменялся. И в целом я считаю, что золото действительно имеет очень хорошие шансы, приоритет на лонговое движение. И цель, ну, как минимум 1950, но я бы себя поставил на 1960. То есть, грубо говоря, у меня риск, получается, 150 против тейка в районе примерно те же 650. То есть, 5 к 1. Я считаю, это очень неплохое соотношение. Что касается нефти. Значит, по нефти у меня мнение такое, что тоже, как и у тебя, к росту. Но здесь, единственное, ты рассматриваешь бренд, ты рассматриваешь VTI, просто уже так исторически у нас сложилось. Но, в принципе, картина примерно одинаковая, там, с разницей 5% в ценах. По сути, единственная штука, которая меня немного все-таки смущает, это то, что по нефти у нас было сделано перекрытие сегмента, то есть, прошлой коррекции. Но это более локальная конструкция. Если смотреть на более глобальную конструкцию, то у нас, наоборот, было сделано больше перекрытие все-таки вверх, если в более глобальном плане. Поэтому я склоняюсь к варианту, что могут пофлетить, скорее всего, до среды. И когда уже выйдут данные по запасам, вот на них мы как раз и можем вверх прогуляться. Я лично целюсь на перехай, то есть, по ВТА это движение в район 42, первая цель, и на 44 это уже, соответственно, вторая цель. То есть, если так посмотреть, то видно, от каких конкретных экстремумов я исхожу в своем анализе. Поэтому сильного падения, я, правда, очень сильно в этом плане сомневаюсь. Что касается иены. Иена у нас, по сути, как антипод тому же золоту, то есть фьючерс золота и фьючерс иены, они, как правило, растут в одну сторону, либо имеют очень тесную корреляцию. Следовательно, так как у нас доллар-иена обратная котировка, поэтому в зеркальном отражении от фьючерса иены движется. И смотрите, значит, ситуация такова. Значит, у нас есть проталкивающий объем с очень крупным вливанием, который был сделан в пятницу. Вот очень хорошо видно кластерное вливание. То есть, это проталкивающий объем крупных рыночных участников. И они сосредоточены вот в районе 105-65-105-70. Вот в этом диапазоне. Если мы окажемся правы, золото действительно пойдет в рост, то иена в рост никак не может пойти. Потому что все-таки они очень тесно коррелируют. И поэтому при росте золота спотовая котировка доллар-иены у нас пойдет именно в падение. Если посмотреть на опционный анализ рынка, вот прекрасно видны границы. Я здесь, как правило, больше ориентируюсь на месячные границы. У нас месячный контракт фактически только начал недавно торговаться. И самые большие приросты, самые большие интересы по пуд-границам, это имеется в виду уже в перевернутом виде, по пуд-границам здесь как раз в районе одной-второй маржинальной зонки, если максимума прошлой недели считать, это примерно 104-104.20. Поэтому я по-прежнему склоняюсь к варианту, что все-таки у нас приоритетное движение по иене будет направлено вниз. И я на все 100% с тобой согласен касательно индекса доллара. Раз уж ты его упоминал, то тоже внесу свою небольшую лепту. На прошлой недельке мы с тобой очень, я считаю, достойно, красиво проанализировали индекс доллара. Я показывал техническую картину, ты обосновывал с фундаментальной точки зрения. И зона продавцов прекрасно отработалась. Движение мы получили, которое ждали вниз. И более того, скажу, если у нас сейчас даже будет коррекция вверх, это прекрасная возможность искать новые продажи. И что делать? Продавать. Продавать здесь я вижу лично две цели. 91.70 на обновление минимума еще от 1 сентября. И самая ближайшая цель – это диапазон в районе 92.5-92.75. Здесь у нас такой небольшой диапазончик есть. Именно он является нашей самой первой, самой ближайшей целью. Поэтому я не вижу другого здесь варианта, как продолжение движения вниз. Да, могут немножко увеличить коррекцию. Ну, собственно, на то она и коррекция, чтобы была дополнительная возможность красиво войти. И, следовательно, от этого у нас и остальные валюты тоже скачут. То есть будет падать бакс, будет расти и остальные валюты. В принципе, все то же самое, что мы показывали с тобой на прошлой неделе и по евро, и по фунту. По большому счету оно сейчас отрабатывается. Я считаю, весьма неплохо. И коррекция всем дана для того, чтобы вошли те, кто не успел это сделать немного ранее. В любом случае, возможности будут. Поэтому сегодня у нас с тобой, я считаю, очень достойная, хорошая синхронизация в анализе получилась. Так, Денис, спасибо тебе за точку зрения. Действительно, сколько раз мы с тобой уже убеждались, что когда технический фундаментальный анализ как бы в симпиозе действует, это как раз еще одна причина все-таки положиться на такой подход к интерпретации рыночного поведения финансовых активов. Все-таки признать тот факт, что, возможно, активы себя поведут именно так. Редко такое бывает, когда и техника, и фундамент указывают в одном направлении. Друзья, рекомендуем вам не игнорировать то, что сейчас произошло, и все-таки приобщаться к рынку вместе с нами. На этом зарабатывать. Тем более, на мой взгляд, те тренды, которые на рынке есть сейчас, они уж точно раздают деньги, и не пользоваться такими возможностями нельзя. Поэтому мешок для денег нужно обязательно купить, сейчас как раз пойду за ним. Денис, спасибо тебе еще раз за твою точку зрения, хорошей тебе прибыльной торговлей, и до следующих встреч в четверг. Пока. Да, коллега, спасибо тоже взаимно, до четверга. Пока-пока.